На сегодня в Вашингтоне запланирована встреча президента Дональда Трампа с советниками по торговым вопросам, в ходе которой решится, вступят ли в силу налоги на импорт китайских товаров общей стоимостью в десятки миллиардов долларов. На пресс-брифинге в Пекине спикер Министерства иностранных дел Китая Гэнг Шуан еще раз подчеркнул, что Китай готов к решению торговых диспутов за столом переговоров. Я думаю, мы уже многократно подчеркивали, что для нас суть торговых и деловых отношений между Китаем и США заключается во взаимовыгодном сотрудничестве. Мы не раз подчеркивали, что все торговые и деловые споры должны решаться, исходя из взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды путем переговоров и консультаций для нахождения точек соприкосновения и расширения кооперации для улучшения жизни в обеих странах. В ходе брифинга спикер Министерства еще раз подчеркнул, что если пошлины вступят в силу, все существующие торговые договоренности между двумя странами будут аннулированы. Окончательное решение налоги на импорт китайской продукции общей стоимостью в 50 миллиардов долларов должно быть принято завтра. Если США приведут в исполнение торговой санкции, в том числе налог на импорт, все торговые соглашения между нашими странами будут аннулированы. Наша позиция однозначно. И в других сферах, где США преследуют одностороннюю политику протекционизма по отношению к Китаю, наша позиция ясна и однозначно. Также, если США дадут зеленый свет налогу на импорт китайских товаров, китайская сторона ведет собственные торговые пошлины на американскую продукцию, в том числе сою, автомобили, химикаты и самолеты, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Китая. В то же время, в ожидании санкций и в условиях изменения ситуации на международных рынках, китайские производители массово отправляют заказы с опережением графиков, установленных контрактами. Время в данном случае действительно деньги, и каждая потерянная минута может обернуться убытками в тысячи и миллионы долларов после вступления в силу пошлин. Насколько нам известно, факт ранних поставок действительно имеет место быть. Нам стало известно о ряде компаний, которые сокращают сроки поставок для того, чтобы избежать возможных рисков. Однако, это не такие частые случаи, и это никак не отразится на стабильном росте китайского импорта. Еще раз подчеркну, решение о том, вступят ли в силу пошлины на китайский импорт, станет известно завтра, и от этого будет во многом зависеть, как будут складываться отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.